11 марта 2020 года. В инфекционное отделение Одинцовской областной больницы поступает первый в Подмосковье заразившийся коронавирусом пациент. Его состояние медики оценивали как тяжелое. Лечение подбирали экспериментально, изучали опыт коллег, переводили научные статьи. 31 марта нулевого пациента выписали домой. Мы видели, что это совершенно другая инфекция. И теми препаратами, и той терапией, которую мы применяли при лечении именно пневмонии, она совершенно не подходила. Мы его лечили интенсивно, мы много читали, переводили журналы, переводили статьи. Но в конечном итоге мы его вылечили. 20-й год, 21-й год является, конечно, проектом напротив нашей системы здравоохранения и в частности нашей больницы. Потому что такого объема именно пациентов, такого объема помощи, тяжелых пациентов у нас не было никогда. Такое количество вызывов для поликлинической службы, такого количества пациентов на приеме, такого количества пациентов в стационарах, такого, конечно, наша история тоже не помнит. И теперь уже коллеги изучали опыт Одинцовских медиков. Схема лечения, которую они разработали, доказала свою эффективность. В начале пандемии коронавируса в инфекционном отделении увеличили количество коек. 75 до 130. Каждый подвели кислород. Впервые в Московской области открыли инфекционную реанимацию. У нас работают очень хорошие, грамотные реаниматологи. До каждого пациента мы боремся. Умирает смертность у нас низкая. Умирают все пациенты, у которых поражение 100%, у которых, скажем так, уже невозможно спасти. Но мы все равно боремся до конца. Защитные костюмы, маски, очки или экран. Работать в полном обмундировании непросто, особенно летом. Врачи проводят в красной зоне по 6-7 часов. Медсестры почти в два раза больше, но с одним перерывом. Работать в новых условиях не отказался никто. Медики признаются, спасая жизни пациентов. Забывают про себя. Мы все радуемся, когда мы пациента переводим из реанимации в палату. Когда потом пациента мы выписываем. Это радость у нас. Мы все заходим к пациенту. Все абсолютно. Кто принимал участие в лечении этого пациента. И реаниматологи, и врачи. Мы все заходим и прощаемся. Переболели практически все. Поэтому не понаслышке знают о том, что чувствуют пациенты с COVID-19. Больные в инфекционном отделении Одинцовской областной больницы получают не только лечение, но и поддержку врачей, медсестер, санитарок. У нас великолепные врачи. У меня шесть ординаторов врачей, которые непосредственно работают. Они просто сопереживают, переживательны по пациентам. Мы общаемся круглосуточно, скажем так, в WhatsApp, друг с другом. Потому что практически вся жизнь – это работа. COVID-19 – это не то же самое, что ОРВИ. Не устают напоминать медики. Сегодня пациент с коронавирусом чувствует себя хорошо. А уже завтра ему необходима реанимация. Состояние может стремительно ухудшиться. Сейчас лечение в инфекционном отделении Одинцовской областной больницы проходит больше 70 человек. Заболеваемость снова растет. Болеют очень сильно дети. Мы знаем, что есть детская смертность от ковида. Это самое страшное. Когда процесс пошел, а прошу пошел пойти, он может очень быстро. Если, допустим, пациент делает КТ, у него 5%, но это еще не говорит о том, что не будет ухудшения. В течение суток может быть ухудшение моментальное. То есть процесс идет до 75-100%. Социальная дистанция, маски – это вынужденная, но эффективная мера. Она не дает стопроцентную защиту от коронавируса, но может существенно снизить вирусную нагрузку. И заболевание пройдет в легкой форме. А больше всего медикам хочется наконец услышать – пандемия COVID-19 завершена. Наверное, это произойдет тогда, когда либо, скорее всего, все переболеют этой коронавирусной инфекцией, либо будут все вакцинированы. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».